Мест, где реально можно узнать интересную информацию про автоспорт и симрейсинг практически нет, а так, чтобы еще была уютная ламповая атмосфера, такого вообще нет. Поэтому я хочу вам порекомендовать группу, которая мне очень понравилась. В ней вы сможете узнать последние новости автоспорта и симрейсинга, посмотреть занимательные видео уроки по управлению гоночными авто, увидеть мнение на различные автосимуляторы реальных гонщиков. Кстати, последние находятся в этой группе и также отвечают под постами. Просто от души рекомендую группу фанаты автоспорта и симрейсинга. Ссылка, конечно же, в описании под видео. Добро пожаловать на передачу Drift рулетка! Здесь я кручу призовую игру и жду, когда мне выпадет автомобиль. Он выпадает абсолютно рандомно, поэтому всегда есть волнение, на чем же остановится барабан. Ведь после этого мне нужно настроить этот автомобиль для дрифта. Вне зависимости, внедорожник это или классический автомобиль, который никуда не едет. Ох, друзья, сегодня, мне кажется, наша серия будет очень интересна. Ставьте лайк, если думаете так же. Ну что же, не будем долго тянуть время. Погнали в прогресс и, конечно же, крутим призовую игру. У нас тут, кстати, есть бесплатная рулеточка. И посмотрим, может быть, мы с помощью бесплатной рулеточки сейчас выиграем новый автомобиль для дрифта. Охренеть, ребята! Все на ваших глазах происходит. Мы выиграли Ford Mustang Boss 302. И именно сейчас мы его будем пилить под дрифт. Офигеть! У нас есть эта тачка, но мы ее добавляем в гараж. И очень странно. То есть я сейчас начал на Dodge Dart вот эту серию. И нас, как всегда, сбил драйватар. Это все норма. На Dodge Dart Horizon Edition. И у нас, получается, серия прямо про мускулкары будет. Окей, хорошо. Переходим тогда в салон. И быстренько начинаем прокачивать наш Ford Mustang. Причем, мне кажется, что он даже и в стоке будет уже нормально так боком подваливать. Но посмотрим, что будет, когда мы сделаем его по нашей любимой схеме. Ну, точнее, по моей любимой схеме. Просто взять и накидать туда мощности максимум. Максимум мощности будет, максимум дрифта у нас. Все вот так вот и делается. Так, ищем наш Ford Mustang. Кстати, ребята, это, блин, у нас получается прямо опять форсаж какой-то. Тройной форсаж. Ой, ну не буду я в этот раз сделать тачку в стиле тройного форсажа. Потому что что-то как-то уже перебор. Уже перебор будет. Слишком много форсажа на квадратный метр. И да, у меня есть уже такая машина. Видимо, они часто все-таки выпадают в рулетках. Но давайте, давайте его возьмем. Давайте возьмем Ford Mustang. И сначала, естественно, прокатимся на нем в стоке. И, конечно же, посмотрим сейчас Ford Vista. Как он выглядит внутри. Потому что, мне кажется, внутри он выглядит очень круто. Блин. Мне, честно говоря, хочется прям оставить вот такой стиль автомобиля. Не делать из него какой-то супер дрифт корч. Потому что, ну, тачка реально круто смотрится. Вот этот оранжевый цвет ей очень идет. И вот этот вот даже спойлер, который, ну, честно говоря, мне он не очень нравится. Он ей все равно подходит. Так, а что, а капот мы не можем открыть? Капот? Это хреново. Ну, ладно, давайте посмотрим. Багажник хотя бы... Багажник тоже открыть не можем. Ну, ладно, давайте посидим хотя бы внутри. Посмотрим на этот салон, который... С помощью которого мы скоро будем управлять нашим дрифт корчом. Ну, дрифт корч у нас, конечно, все равно не получится. Но вот такая вот машина. И, блин, салон мне нравится. Особенно вот как сделана вот эта вот панель. То, что, получается, у пассажира такая же, как панель и здесь. Только у него, типа, приборов нету. А здесь есть приборы. Ну, короче, вы поняли мою тему. И вот там вот даже на педали что-то есть. Что-то написано. Диск. Диск брейк. Так, у нас тормоз подписан. Педаль тормоза подписана. Офигеть. Круто. А, и там было написано то, что дисковые тормоза. Видимо, в те времена это было новшество. Поэтому и прямо на педали написали то, что у этой машины тормоза дисковые. Офигеть. Это, конечно, круто. Это круто все. Очень хорошо. Ну, давайте уже этого мустанга. Этого. Хочется сказать самса. Ну, короче, вы поняли. Это кобылка. Мощная кобылка американская. Ну, да. Вот. В стоке уже нормально. Так, бачком подвалил. Дройватары. Что-то вообще какие-то сумасшедшие стали. Вообще непонятно, куда они едут. Зачем. Давайте, как всегда, попробуем здесь. Мы будем бачком проехать. Ну, на первой передаче, да. Уже нормально. Уже более-менее дрифт такой получается. Но я бы не сказал, что прям вот вообще нас суперкруто занесло. Прям суперкруто мы поставились боком. Но. Ну, да. Здесь, конечно, нужно что-то сделать. Я даже не знаю. Может быть, в этот раз нам придется наконец-то свапнуть двигатель. Потому что я уже видел в комментариях писали. То, что типа вот. Ты делаешь вроде как тачку по дрифту. Но движок не свапаешь. Как так. Но если машина по дрифт подходит. Зачем нам движок свапать? Если мы можем просто форсировать этот двигатель. И у нас все получается как надо. В общем, ребят. Даже вот в этой категории С. Насколько я понял. Да. Категория С. Автомобиль уже едет боком. Но сейчас мы все равно придадим ему прыти. Сделаем пошустрее. Кстати. Что мы можем тут налепить? Ага. Мы можем поменять. На гоночный передний бампер от форзы. И сзади. Вот такой вот, кстати, сполирочек. Да. Но, как я сказал, я не буду все это навешивать. Потому что мне не хочется. Мне не хочется. Так. Замена двигателя. Что мы можем сделать? Тут V8 поставить. V10. И V12. Хо-хо-хо. Блин. Ну, что-то как-то я даже не знаю. Мне все-таки хочется посмотреть, что я смогу выжать из токового двигателя. Поэтому ставим вот эти вот DV турбиночки. Дальше мы идем вот сюда в двигатель. Здесь ставим все на максимум. И я надеюсь, что машина у нас начнет ехать боком. Хотя у меня есть подозрение о том, что придется свапнуть двигатель. Есть такое подозрение. Но сначала мне хочется провести эксперимент и посмотреть, что будет, если мы форсируем стоковый движочек. Ну, пока что из категории цен не выпрыгивает. Но вроде бы крутящий момент становится больше. Так. У нас там характеристики немножко портятся. Но мне главное производительность, чтобы у нас график немножко рос. Так. Отлично. Хорошо. Ходовое управление. Тормоза ставим. Самые последние. Естественно. Ух ты. Какое у нас крутое. Занижением становится. Так. Конечно же. Стабилизаторы. Это будет круто. Если эта машина будет классно ехать боком в категории цен. Естественно, каркас безопасности. Естественно, снижение массы. Блин, ребят. Если в категории C поедет, это прям вообще кайф каша. Так. Трансмиссию ставим гоночную. Опа. В категорию B сразу автомобиль прыгнул. Но для категории B уже все. Это уже нормально. У нас причем ускорение 8. Разгон 7,1 теперь стал. И вполне возможно то, что машина хорошо поедет бочком. Насчет покрышек. Наверное, я не буду ставить никакие покрышки. Оставим стоковые. Передние. Передние, передние. У нас тут немножко портится ускорение. Зато торможение улучшается. Блин, наверное, я все-таки чуть-чуть пошире для держака сделаю передние. И сделаем огромные задние. Так. Все. Больше ничего я трогать у этого автомобиля не хочу. Потому что делать из него прям совсем корч. Ну, не знаю. Ну, давайте, конечно, поменяем диски. Окей. Посмотрим, что у нас есть интересного. С полочками побольше. Но тут, конечно, далеко не все диски им подходят. Это очень довольно долго выбирать придется. Ну, вот, в принципе, вот можно вот эти вот дисочки поставить. Здесь, блин, не знаю, колхозно смотрится. Очень сложно подбирать диски под маслкары. Вот, по идее, вот практически то же самое, что и было. Только мы сейчас радиус тогда побольше сделаем. Точнее, размер. Да, вот так вот побольше сделаем. Чтоб, типа, все по стилю было. Вот. И чуть-чуть поменьше сзади. Все. Вот так, мне кажется, нормально. А, нет. У нас получился одинаковый радиус. Ну, ладно, пофигу. Одинаковый размер дисков. Хорошо. Короче, все вот так оставляем. Отлично. Покупаем это за кредиты. И давайте еще подберем какой-нибудь дизайн для нашего Форда Мустанга. Мне кажется, в таком конфиге он уже должен хорошо валить боком. Быстренько зайдем в дизайн и посмотрим, что у нас есть. Надеюсь, что-нибудь хорошее найдем мы. Чтоб такое прям не совсем колхозное было. Опа. У нас есть тут под Хуникорн В2. Но тут есть настоящий Хуникорн В2. Поэтому я не вижу смысла ставить такой винил на этот автомобиль. Есть вот Хуникорн В1. Вот такой, вот такой, вот такой, вот такой. Такой. Форз Ливери называется. Ну, все, короче, у нас идет под... Ну, вы поняли. Все, короче, кеноблоковское идет. Ну, давайте сделаем вот такой вот черный. Ладно, пофигу. Пускай будет Монстр Энерджи. Все-таки делаем Дрифт Корч. Пофигу. Ладно. Хотел я ставить, чтобы вид был более-менее в стоке. Но не получается. Уводит меня все вот куда-то в такую степь уже более дрифтовую. И посмотрим, как у нас сейчас машина поедет без залочного дифференциала. Я знаю то, что у некоторых там аж сердце разрывается, когда я стараюсь дрифтовать с незалоченным дифом. Но мне нужно посмотреть, как машина едет. Если машина хорошо у нас начинает упираться в отсечку, значит мы сделали все правильно. Потому что на отсечке здесь легче всего гнать. И машина упирается в отсечку. Очень-очень жестко упирается в отсечку. И вы послушайте только звук двигателя. Я напоминаю то, что это стоковый движок. И машина уже вообще наваливает боком, как нужно. И я даже не захожу на никакой тюнинг. Тут все уже само по себе работает. Даже не надо ничего дальше прокачивать. Машина просто тупо едет боком. Просто тупо едет боком. И все. Так, хорошо. Ладно, тогда доезжаем сейчас до парковки. И тестируем ее на нашей любимой парковочке. Не знаю, как у вас, но мне эта парковка очень сильно нравится. И на ней оттачивает скилл дрифт. И это вот просто самое вообще замечательное, что может быть. Потому что, ну, как бы, блин. А с тормозами-то у нас все не очень хорошо. Ну, ладно, ладно. Нам, в принципе, тормоза и не нужны. Нам главное большие углы брать. Вот это самое главное. Так. Так. И сейчас мы на площадочку тоже бачком зайдем. Вот так вот, вот так вот. И можно прям сразу полететь даже без залоченного дифа. Ну, ладно. Залочим диф. Не будем изгоряться, а то я уже вижу. Просто чувствую, как начинают писать комментарии. Типа, эй, диф, залочь, ты че, офигел? Так, значит, спереди делаем отрицательный развал. Угол кастера чуть-чуть побольше делаем. Так, дальше. Залочим диф полностью, чтобы у нас все было хорошо. И посмотрим, как у нас теперь будет машина валить. Фух. Блин, ребята. Я думаю, сейчас будет просто... Просто кайф каша полная. Так, погнали. О-о-о. Вот это уже жестко. Вот это жестко. Ребята, машина всего лишь категория B. И при этом так офигеть наваливает. Я чувствую тест нашими круговыми движениями. Она пройдет вообще легко. Блин, офигеть. Тест кольца, я думаю, будет пройден на изи, ребята, в этот раз. Ой-ой-ой. Опа, приземлились немножко в GTR. Окей, хорошо. Так, блин, ну, ребят, давайте пройдем мой любимый конфиг на этой трассе. Вы все его уже знаете, выучили. Посмотрим, какие углы она будет брать. Воу! Охренеть! Вот это она боком заваливается. Я чувствую, из нее можно выжать еще больше угла, но... Но что-то я как-то ссыпаю. Немножко уводит ее во внутреннюю траекторию. Но, тем не менее, тачка едет. Блин, охренеть, как она едет боком, чуваки. Просто охренеть. Так, а если мы сейчас поставимся на скорости? Но небольшой я угол взял. Очень небольшой. Но, тем не менее, тем не менее, ребята, очень управляемая в дрифте. И просто охренеть, как она едет боком. Вы сейчас посмотрите, какой угол берет. Ее иногда подрывает на еще больший угол, но я боюсь, что ее закрутит, если мы возьмем прям очень-очень сильно во внутрь траектории. Но давайте попробуем. Давайте во внутрь траектории возьмем. Да, все-таки, если мы слишком большой угол берем, то она закручивается внутрь траектории, что не очень хорошо. Но, тем не менее, машина едет боком. Ребята, тачка, которую мы выиграли просто в рулетке, едет круто очень боком. Пока что у нас получается это прям все очень хорошо. Но посмотрим, как у нас пройдет она тест малого круга, и мы телепортируемся до него. Ну что же, ребята, вот мы и на месте, и это тест малого круга. Давайте, пожелайте мне удачи. Посмотрим, как сейчас она сможет его пройти. Смотрите, категория B, мы здесь едем на второй передаче. Вот сейчас я переключился на третью, чтобы скорость была побольше. Но, впрочем, вот, блин, если бы не мешался у нас тут автомобиль трафика, то все было бы хорошо. Так, давайте, я думаю, мы пройдем этот круг легко. Сейчас ставимся. Блин, ставится немножко тяжеловато, но, в принципе, потом все газом нормально управляется, и все, и мы едем. Немножко небольшой угол у нас берется. Вот сейчас вот мы поставились. И вот сейчас вроде бы хорошо, вроде бы хорошо. Вот машины трафика тут прям жутко мешаются. Что-то они целую пробку устроили. Но я считаю то, что малый круг у нас пройден. И давайте, ради интереса, как всегда, поставим себя вот здесь, вот на вот этой вот дорожке. Потому что тут автомобили прям, они показывают всю свою прыть, всю свою мощность. Давай, 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 мустанг. Ах, ты ж, блин, очень сложно его тут поставить. Давай, 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 давай. Давай. Ой, о, блин, во внутреннюю траекторию закручивает. Еще разочек, еще разочек. Давай. Не очень ровно едем, мне это не особо нравится. Ну вот если вот с таким углом, то как-то еще нормально держатся дорожки. Но большой угол, как, например, у нас Голланд, он не берет. Ну и так же, как Астон Мартин. Блин, Астон Мартин вообще жесткий угол бы брал. Голланд, конечно, может быть побольше, но... Но вот как-то так. Вот как-то так. Мы едем, и если мы слишком зауглимся, то во внутреннюю траекторию начинает машина закручивать. В общем-то, это и не очень хорошо, но и не очень плохо. То есть мы хотя бы понимаем, какой предел есть у машины. И, впрочем-то, этот предел довольно неплох. Да, R8 явно не любит мустарк. Окей, давайте посмотрим, что покажет наша машина на большом круге. Я не устану это повторять, но с каждой серией я поражаюсь все больше и больше автомобилем, который мы выиграем в рулетке. Потому что, получается, мы практически не тратим деньги на получение этих автомобилей. Но дрифт корч из них выходит просто шикарный. Все предыдущие машины отлично ехали у нас все вот эти вот испытания. И, блин, мустанг вообще не исключение исправил. Но единственное, вот на четвертой передаче начинает задыхаться. Но, опять же, если бы мы поставили движок, например, V12 сюда, то, я думаю, он бы этот круг вообще проходил бы без проблем. Но, в целом, сейчас у нас тачка на стоке. И она, как вы видите, довольно неплохо едет боком. Проезжает весь этот круг, я бы не сказал, что с какими-то проблемами. Но, единственное, не берет большие углы. Но, опять же, здесь нужна более тонкая настройка. А предыдущая трансляция показала то, что, хоть у меня машины под рифт настраиваются очень быстро и легко, но, чтобы они потом были какие-то управляемые, я это делаю крайне хреново. Но, тем не менее, эту машину под рифт мы настроили. Давайте посмотрим, как она будет ехать на третьей передаче, если мы будем гнать постоянно в отсечку. Вот так вот у нас получается. На четвертой передаче она, конечно, чуть-чуть похуже едет. Вот на третьей она даже может угол взять побольше. Но тут уже нужно прямо ее отлавливать по жести. Но вот как-то так. На третьей передаче она проходит весь этот круг. Причем, да, предыдущие машины, они у нас как бы и в категории побольше были, и в целом углы брали побольше. Но здесь такое у нас не происходит. Но не забываем то, что машина всего лишь категория B. Категория B это у нас, ну, прямо вот совсем начало-начало, можно сказать. Заехал на бордюрчик. Из-за этого машина немножко крутануло, но я ее успел отловить. И, в общем-то, вот так она едет. Небольшой угол берет, но зато все плавненько, все хорошо. Сейчас постараюсь переключиться на четвертую и поставить ее еще более жестко. Разгонимся и ставимся. Топим. Полетела, полетела. Давай, давай, давай. Давай, не, на четвертую передачу нужно сделать явно покороче, потому что автомобилю как-то не хватает прытия, не хватает разгона. Но на третьей все отлично. И я при этом считаю то, что тест большим кругом у нас тоже пройден. Машина хоть и не показывала какую-то огромную скорость и огромный угол во время дрифта, но при этом проехала довольно хорошо и при этом плавно. То есть тут уже получается такое, что если вы будете делать слишком мощную машину, вам придется ее больше отлавливать. Либо там ставить какие-нибудь сплера, сплитеры, и с помощью этого уже настраивать держак, чтобы постоянно не отлавливать машину, когда она будет пытаться либо развернуться, либо уйти во внутренний радиус и так далее. Здесь мы сделали такой как бы easy конфиг. Ее отлавливать особо не надо, но при этом она не берет больших углов. То есть по идее под какие-нибудь дрифт-соревнования эта тачка подойдет вряд ли. Но чисто так вот по фану поугарать, поездить бачком там, где хочешь. Возможно при этом, как видите, она получилась универсальная. То есть она берет и довольно длинные повороты, такие размашистые и узкие. Конфигурации трасс тоже проходят неплохо. Только опять же, наверное, немножко нужно держачок у нее поднастроить. Но в целом, я считаю, сегодняшняя дрифт-рулетка у нас удалась. Машина вышла неплохая, но все уже остается на ваш суд. Ставьте лайк, если вам понравилась эта машина. И, конечно же, моя передача. С вами был Дима Ванпоинт. Не забывайте подписываться на канал, если еще этого не сделали. Здесь будет много всего интересного из мира гонок. Ну и всем, конечно же, пока-пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok